Деван Арчер дал показания в Комитете по надзору Палаты представителей, и это теперь очень трудно будет называть Демократической партией конспирологической теорией. Либо надо его обвинять в том, что он сказал неправду, либо соглашаться с тем, что коррупционное преступление, связанное с Буризмой, произошло. Это партнер Хаттера Байдена, который раскрыл некоторые коррупционные преступления и открыл это не в досужих рассуждениях, а в показаниях Конгресса, что очень серьезно. И меня в этом смысле, нас с вами в этом смысле волнует ситуация с Украиной. Насколько я понимаю, теперь положение или позиция Владимира Зеленского, который отказывался начинать расследование и, скажем, в телефонном разговоре в 2019 году с Трампом или в июне 2020 года, когда Трамп призывал его посетить Соединенные Штаты, а он отказался. Там же ведь идея звучала, она довольно прилично, что я не хочу вмешиваться в взаимоотношения политических партий. Но де-факто это было вмешательство, то есть очевидное коррупционное преступление покрывалось. И у меня страшное предположение, предчувствие того, что в списке тех, кто покрывал это преступление, будет не только Петр Алексеевич Порошенко, Владимир Александрович Зеленский, но и Джо Байден, вся демократическая партия, как вы это оцениваете? Значит, ну тут много чего происходит. Интервью Девен Арчер в Конгрессе давал в понедельник. Это уже старая новость. Вчера был индайтмент, выдвинул третий индайтмент Трампу. Это более свежая новость. Однозначно эти новости связаны, ну то есть слишком удивительно тайминг, то есть совпадение времени. Там есть еще одно событие. НАБУ и прокуратура достигло соглашения с генеральным директором Борисовым. Он заплатил безумный штраф, он сознался в коррупционных преступлениях и заплатил безумный штраф в две тысячи долларов. Если вы слышали, а об этой новости... Нет, это я еще не слышал. Это я еще не слышал, но давайте все-таки проанализируем всю ситуацию, а не отдельный ее частновзятый кусочек. Для наших и ваших слушателей и зрителей надо немножко пояснить, кто такой Девен Арчер. Справедливо. Девен Арчер, это адвокат Ришала, коих в Украине очень много, этот термин сформировался в Украине. Это друг сына Джона Керри, который познакомил сына Джона Керри с сыном Байдена. И так возникло, используя незабвенные слова, из места встречи изманить нельзя, преступная группировка, чтобы бомбить фраеров у шастер. И эта компания сделала несколько, эта компания людей сделала несколько бизнес-предприятий, все под названием «Рога и копыта», где они занимались продажей влияния своих родителей за твердую валюту. Надо сказать, что сын Джона Керри первый понял, что они ходят на грани или за грани Уголовного кодекса и свалил с базара. Конкретно, когда вся эта троица приглашена была в Буризму, сын Джона Керри, почему я не называю его имени, потому что он, в общем-то, никак, то есть ни при чем, он ушел. Что было до этого, это было уже за сроком давности. Остались двое этих ребят, Девен Арчер и Хантер Байден, и Девен Арчер, будучи в одном и том же бизнес-венчуре, то есть в одном же бизнесе с Хантером Байденом, был улегчен в мошенничестве. Он развел, то есть хорошее русское слово, развел некий пенсионный фонд каких-то индейцев, которые пытались с помощью его построить какое-то казино. И в результате этой разводки был приговорен к штрафу в миллионы долларов, сейчас не помню цифру, но штраф был в миллионы, то есть не в две тысячи. И к году тюрьмы, и это было уже три или четыре года назад. Тут надо заметить, что в Соединенных Штатах, это тоже для наших, ваших зрителей, это самый выгодный бизнес. Индейцы, которые строят на своей территории казино, и оно не облагается налогом, и это такой фантастический бизнес, который, безусловно, выгоден всем, кто вкладывает деньги и кто управляет. Нет, налогом они отправляются, тут не в этом бизнес, я вас поправлю. Значит, налогом они облагаются, как и все другие бизнесы в Америке, чудес не бывает. А вот еще у них есть особость, это то, что был выигран случай в Суприм-Корте, не помню, уже в 80-х годах, когда было доказано, что территория резервации не является частью территории Соединенных Штатов, и поэтому запрет на игрный бизнес федерального правительства на них не распространяется. Соответственно, вы можете находиться в Монтане, и вам не нужно лететь в Лас-Вегас, чтобы играть в казино. У вас казино под Богом, и это будет на территории индейской резервации. И именно вот эта вот странная фишка, а также это должно быть владеть чистокровным индейцем, то есть непонятно, что такое индейец, это мама индейец, папа белый, это как? Вот, то есть покупают вот этих вот зецпредседателей в Виниту, или потомка в Виниту, делают их формально председателями кооператива по бизнесу, и это отмывание денег, это всегда грязный, коррупционный, мафиозный бизнес. В советское время это было в центре НТТМ, если вы помните, Центром научно-технического творчества молодежи достаточно было иметь одного члена ЦК ВЛКСМ во главе этого центра, и тоже, ну и с налогами там льготы. Значит, нет, насколько я понимаю, не платят все те же анахологи, которые мы платим, там это отдельная история, ничто не так свято в Америке, как знаменитая эта фраза, что ничто не вечно, кроме налогов и смерти. Вот, дело не в этом, дело в том, что им дают, ну то есть в чем их бизнес? Мы отвлеклись, но я думаю, это строительство надо закрыть. 7% по статистике населения страдают гэмбл и индекшн. То есть у людей есть врожденная склонность к игре. Казарным играм. Казарным играм, да. То есть читайте роман Федора Достоевского «Игрок». Кстати, сам Достоевский страдал этой пагубной болезнью. Это психическое заболевание. Люди не могут не рисковать. Выдреляется адреналин, они вот в момент риска живут за счет этого адреналина. Это наркотик. Ну, это не наркотик, это вот выпрос адреналина в мозг. Это адреналиновая зависимость. И 7% такого населения есть. Если игорные дома запрещены, им негде играть. Или они будут играть в подпольных домах. А если они разрешены это рядом, они будут ходить туда, это бизнес. Окей. Значит, на этом, ну вот на этом, ну это всегда в Америке, да не только в Америке. Все эти игорные бизнесы, это на грани легального и нелегального. И там в шаг влево это легально, шаг вправо это уже нелегально. Вот, и на этом попался Артур, Девин Арчер, Девин Арчер, который пообещал им посодействовать, деньги взял, ничего не сделал для того, чтобы их посодействовать, просто развел. И пошел в тюрьму, не спрашивайте меня, пожалуйста, дорогой Константин, почему в эту тюрьму рядом с ним не пошел Хантер Байден, я не знаю. Вроде бы они подельники были вместе. Мы с вами догадываемся, догадываемся. Вот, значит, это что касается, ну, опять же возвращаясь к персонажу, ему 48 лет, молодой человек по нынешним временам, да, вот, и он еще не пошел сидеть в тюрьме. Ему пришло напоминание, что молодой человек, не пора ли пойти посидеть? Прогадаетесь, когда? В пятницу прошлой недели. А в понедельник он там же пошел давать показания. Поэтому я его показаниям не верю. Он заангажированное лицо, как в ту, так и в другую сторону. Он борется с того, чтобы снять за себя срок. Он послал петицию. Это решение в конечном счете будет участвовать в этом решении департментом justice, то есть департмент юстиции, отдел юстиции. И он ничего, насколько мне известно, ни вы, ни я не видели транскрипт, то есть синаграмму его выступления. Она была за закрытыми дверьми. То есть мы оперируем тем, что сказали конгрессмены, которые слышали это интервью или этот допрос. По сути, это был допрос. Демократы сказали, что ничего не было. Республиканцы сказали, что все было. То есть пойди разберись, пока сам не прочитаешь. Что он там им говорил, мы не знаем. Из того, что очевидно доносится, он говорит о том, что... Вот он и занял очень интересную позицию. Он не назвал ни одного случая очевидного, беспрецедентного, всем понятного нарушения законодательства. Да, Байден-старший периодически участвовал в бизнес-митингах Байдена-младшего на спикерфоне. То есть... Но говорили исключительно о погоде никогда в бизнесе. Ну, аналогию, которую можно привести, следующее. Вы мне должны деньги. Я привожу вам в офис амбала. В наколках, рикетера. И он спрашивает, похлопывая вас по щеке. Ну как-то, погода нормальная, да, все... Зубы не жмут, все хорошо. И на вопрос, о чем была речь, о дентистах. Про зубы говорили. Это примерно то, что сейчас здесь разыгрывается. Но опять же мы должны сказать, что ни я, ни вы, никто в американском общественном пространстве не видели собственно стенограммы допроса. Она существует. Да, она существует, безусловно. Но пока это было с закрытыми дверями, когда снимут рассекретик, мы не знаем. Но с моей точки зрения, это только лишь вступительный аккорд. На самом деле, это даже продолжение одной и той же саги. И сага заключается в том, что неоспоримым фактом, то есть фактом, с которым спорить невозможно. Если у вас или у меня есть желающий поспорить, я хочу это увидеть. Просто покажите мне этого человека. Я хочу видеть этого человека. И факт неоспоримый заключается в том, что в разговорах между Миколой Злочевским и Хантером Байденом, и отцом Хантера Байдена, Джо Байдена, обсуждалась необходимость снять прокурора Шокина. Это записано на пленке. Эти пленки находятся в центральном разведном направлении. Как результат этого обсуждения, Шокин был снят по требованию Байдена. Это записано на пленку. Байден с глупостью об этом рассказал. И сын Байдена стал от этого на полтора миллиона официально, а по обвинению Конгресса на семь с половиной миллионов богаче в результате этой сделки. Вот вся эта цепочка называется коррупционное, уголовное преступление. Даже если мы не можем доказать, что богаче стал Джо Байден, так как они близкие родственники, сам факт того, что обогатился его сын, достаточен для уголовного преследования. То есть нет ни малейшего сомнения, что конкретно в случае с буризмом произошел преступный криминальный сговор. Там есть еще один факт. Это попытка достичь соглашения с Хантером Байденом, а прокуратура была сорвана фактически судом. И неплохая идея, что Хантер Байден признает себя виновным, за это ему прощаются все преступления. И эта идея не сработала. Это была, безусловно, идея вывода Хантера Байдена из-под ответственности за совершенное преступление. Там есть нюансы. Нюансов много, на самом деле. Там есть нюансы. Нюанс заключается в следующем. На поверхности была сделана сделка со следствием. Что такое сделка со следствием для наших неамериканских, а может быть и американских, зрителей? Если следствию тяжело доказать мое преступление, то есть у них нет неубиенных доказательств. И у них есть шанс проиграть это дело в суде. Существенный шанс. Соответственно, у меня есть шанс его выиграть, ну и также у меня есть шанс его проиграть. Поэтому, чтобы мы не рисковали в суде присяжных, а там всегда будет либо виновен, либо невиновен, там нет промежуточного состояния, мы идем на договор. Это легально в Америке, это называется судебный договор. Вместо того, чтобы дать мне 15 лет, мне предлагают меньший срок, то есть меньшую статью, статью на меньший срок, на которую я заранее... Условный срок. А? Например, условный срок. Например, условный срок, да. Какой-то меньший срок, в обмен на то, что я признаю себя виновным. Но в любой ситуации существует какое-то наказание. Идея в том, что я признаю себя виновным, в обмен на то, что нет наказания, бессмысленно. То есть зачем нужна сделка, в результате которой обвинение не получает ничего, кроме формального признания виновности, человек, который не понес ни единой килограммы, грамма, по строчке, там, как, не знаю, мерит наказание, наказание. Не заплатил ни копейки штрафа, не просидел ни дня в тюрьме. То есть, ну, это называется, простите меня засранца, предпоследний раз. Это из этой области. Вот. Поэтому и эта сделка была уже сделана между прокурором, прокурор, который подчиняется, генеральным прокурором, который подчиняется президенту Соединенных Штатов. Прямая зависимость. То есть, это зависимые люди. То есть, есть конфликт интересов, четко выраженный, всем понятный, без всяких намеков. Это называется конфликт интересов. То есть, я должен посадить в тюрьму начальника, сына начальника, своего начальника. Конфликт нельзя. Но, тем не менее, не этот конфликт, и есть способы его разрешать, разрешать не разрешается. Сделка была достигнута. Чего мы не знали до прошлого вторника, о том, что частью этой сделки, судебной сделки, судебного договора, было безусловное иммунитет Байдена, сына Хантера, от всех преступлений, как написанных в этом договоре, так и ненаписанных. То есть, он становится иммунным, ну, как сказать, иммунити. Обладает иммунитетом. От любого преследования, да даже на те преступления, о которых мы сегодня не знаем. И именно вот это, безусловный иммунитет, на все абстрактные преступления, даже если выяснится, что он там изнасиловал, кого-то и убил, он все равно не виновен. И это то, что судья выбросил из зала суда, и сказал, что вот такого не будет. Это полностью нарушило карты обеих сторон. В данном случае это сговор между защитой и обвинением. Судья разошлась, сказала, что беспрецедентна эта женщина и неконституционна, что существует нарушение судебно-профессионального кодекса, когда обвинение не выражает интересы обвинения, а работает в сговоре с адвокатурой. Ну, то есть, это самое. И дальше опешившая вот вся эта команда произнесла дальше, что он невиновен, и дело идет в суд. То есть, Хантер Байден будет когда-то в суд. И вот на фоне всех этих бесконечных расследований похождения Хантера Байдена очередная, очередной куплет этих расследований, я уже потерял счет какой, это интервью Девана Арчера, который мы, в принципе, еще не знаем, что он там наговорил. Я посчитал у себя на канале, у меня записан ролик, где я посчитал количество, ну, скажем, то, что с моей точки зрения, естественно, не адвокат, не юрист, ну, в случае любого разумного человека, является достоверными обвинениями в сторону Хантера Байдена, которые могли бы были ему предъявлены объективной прокуратурой, но чего в данном случае не происходит. Я насчитал больше 20 преступлений, которые можно было обвинить Хантера Байдена. Пока его судят по трём, где он признал себя виновным в обмен на отсутствие какого-либо наказания. Ну, это не фокус Трампа в случае с этой девушкой, которую он изнасиловал или приставал к ней в 90-м году, там было 38 обвинений. Не-не, я имею в виду нормальных обвинений, то есть, как их можно растиражировать, я даже не обсуждаю. Ну, то есть, ну, как минимум, надо понимать американское юридическое право. Ну, если вы хотите, мы можем порассуждать на эту тему, потому что вопрос интересный. Если я готовлю совершить преступление, допустим, ограбить банк, и меня поймали до того, как я совершил преступление, то намерение ограбить банк является преступлением. Согласны? Согласны. Факт того, что я ограбил банк, является преступлением. Согласны? Согласны. После того, я уничтожил улики, спалил свою одежду, и тем самым противостоял правосудию, сокрытие улик. Было? Было. Это отдельное преступление. То есть, вот простое ограбление банка, подготовка ограбления и сокрытие улик с американской республики, это три связанных в одном случае преступлений, каждый из которых несет срок. И можно меня обвинить в не доказать мою виновность по ограблению банка, но не доказали. Но можно доказать при этом, что я уничтожил улики, был готовился это сделать. И такое в американской республике бывает. То есть, соответственно, любое, то, что называют 20 преступлений, можно протиражировать в разы, когда им выдвигают статьи обвинений. Там может быть их сотня. Сергей, мы приближаемся к самому интересному. У нас есть с вами президент Украины, который действительно громко, четко отказался от расследования коррупционного преступления, совершенного, ну, предположительно, давайте будем юристами некоторое время, предположительно совершенного на территории Украины, и последовал за предыдущим президентом, за Порошенко, который не только отказался расследовать, но и сместил с должности генерального прокурора. И кажется ли вам, что после того, как будет раскрыто это преступление, и если оно будет раскрыто, Владимир Александрович Зеленский очень формально становится соучастником этого преступления. Ему открыто предложено было вот это одно из обвинений Трампа, думе, эсэвер, значит, это теперь будет обвинение против Зеленского. Ему предложено было сделать одолжение начать расследовать преступление. И он это предложение отверг. Значит, если вы считаете, что он становится, как вы сформулировали вопрос, не кажется, что он становится соучастником преступления, нет, не кажется. Его желание или нежелание, будучи президентом суверенной страны возбуждать уголовное или не возбуждать уголовное дело в суверенной страте, не может его делать преступником в Соединенных Штатах Америки. Это, с моей точки зрения, абсурд. А вот, что, с моей точки зрения, не абсурд, простите меня, это то, что, если вдруг сдуру станет Трамп президентом, как Зеленский собирается налаживать с ним отношения, я не знаю. То есть, и Зеленский занимает позицию, которую он занял, и у него очень тяжелая позиция, я даже не уверен, что она неправильная или уверен, что она правильная, как угодно. То есть, сейчас Зеленскому выдать данные о деле буризма, даже если у него есть, допустим. Допустим, у Зеленского есть неубиенные доказательства виновности Джо Байдена по делу буризма. Допустим, у него есть такое серебряное поле. И он ее публикует. Ну и что? Байден при этом никогда не будет импичить, потому что Сенат не даст это сделать. Байден остается еще на полтора года до января 25-го года в конце января президентом. Байден злопамятный, старикашка. Это не оскорбление, это факт. То, что он сделал с министром обороны Великобритании за то, что тут там не повел так себя, как этот Сенат. И Байден, который так не переваривает Зеленского, получает официальный повод объяснить, почему он не помогает Украине. они же меня топят, политически топят. Я не верю, что это правильный ход Зеленского. Не знаю, как вы считаете. Я оцениваю сложившуюся сегодня ситуацию, Сергей. Я вижу, что Соединенные Штаты, демократическая администрация открыто, прямо заявляет, что они не хотят поражения Путина. Я вижу, что каждый раз, когда возникает возможность перелома ситуации, они делают все возможное, все необходимое для того, чтобы этого перелома, контрнаступления, нападения на совещания военных, на штаб, делают все возможное, чтобы этого не произошло. Я совершенно согласен с теми, кто считает, что вот это микроскопическое, капельное, или, как Андрей говорит, пипяточная помощь, это способ успокоить своих союзников по НАТО, но никак не способ помочь Украине. Я согласен с вами, что в этой ситуации единственный способ, который остается для Украины, просто чтобы защитить себя, это начать независимо от США действия, производства оружия, независимую политику, в том числе и военных, потому что демократическая администрация не позволит Зеленскому выйти, как он обещал народу, на границе 91-го года, просто не позволит ему, и тем более не позволит ему выйти на ситуацию 24-го февраля, начало военных действий. И в этой ситуации такой союзник, как демократическая администрация, как Джо Байден, опаснее врага, понимаете, опаснее Путина, вот, и российской армии. Мне кажется, что в этой ситуации Владимиру Зеленскому стоило бы, ну, начать действовать радикально. И тут есть, понимаете, мы с вами рассуждаем выгодно, невыгодно, выгодно соблюдать законы. Разве есть в этом какая-то проблема? Соблюдать законы, бороться с коррупционными преступлениями, выгодно, невыгодно, неважно, это надо делать. Вот, и мне кажется, что Зеленский совершает очень серьезную ошибку, не начиная, ну, хотя бы переговорный процесс с Конгрессом. Как вы видите переговорный процесс с Конгрессом? Ну, как? Я знаю, как поступали большевики в этих случаях, когда им нужно было добиться от Соединенных Штатов от 20-х годов. Поехала делегация, которая начала разбираться, кто их поддерживает, кто их не поддерживает. Тогда, кстати, все наоборот было. Консерваторы, республиканцы их не поддерживали, а демократы поддерживали. И они начали работать с демократами. Мне кажется, что... Если вы говорите о парламентских делегациях, то такое существует. Существует украинский депутат Александра Устинова, которая занимается этим вопросом, занимается очень успешно. Она занимается, ее позиция абсолютно байпартизан, и честь и хвала она работает как с республиканцами, так и с демократами. Причем с республиканцами больше, чем с демократами. И этот процесс происходит. И происходит очень неплохо. Мне кажется, может быть, вы этого не заметили, она делала заявление о том, что помощь Соединенных Штатов Украины не просто достаточно, а превышает даже ожидания со стороны Украины. Что, в общем, безусловно, очень правильная, хорошая позиция дипломата, но очень плохая позиция политика, которая пытается изменить эту ситуацию в пользу Украины. Нет, ее позиция, как мне представляется, мы же обсуждаем то, что не происходит конгрессного уровня лоббирования. Происходит. Она прекрасно знает, чего хватает, чего не хватает, и ее официальная позиция в благодарность Конгрессу, и ее позиция с закрытыми дверями, о чем она, кстати, рассказывает в интервью, это две разных позиции, и это абсолютно правильно. Только бешеная собака кусает руку, которая ее кормит. То, что устроил Зеленский критикой Байдена публично, это неприемлемо с точки зрения международной дипломатии. Вы должны говорить наружу, я благодарен своим партнерам, а закрыв дверь должны найти способ донести ваши аргументы. Что и делает собственно Александра Устинова, то есть какие проблемы с этим. Вот, проблема же не в этом, то есть этот процесс идет, идет очень неплохо, идет процесс давления здесь в Америке на Конгресс, то есть очень неплохой процесс, могу рассказать, потому что я вижу, как это идет, я участвую в этом тоже. Существует группа организаций, они объединились, мы объединились вместе. Каждый конгрессмен в Соединенных Штатах нами оттестован, проверен по десятибалльной шкале от нуля, который абсолютно против Украины, от десяти, которые абсолютно за Украину, соответственно, на основании этих скорт-карт ведется очень умно, не будем вдаваться в детали, давление, политическое, легальное давление на тех конгрессменов, чем мнение мы можем поменять, с того, для Украины, всевозможными как финансовыми, так и политическими способами. Этот процесс народной дипломатии ведется, абсолютно ведется. Вот, отношения Байдена и Зеленского, это их отношения, и эти отношения очень, очень, ну, сложные, скажешь. Сложные, официально они там друг другу улыбаются, и Байдена назвал Володимир, не понимая, что чем больше тебе улыбаются, тем быстрее тебе оставить спин между лопатками, это обычная дипломатия. Вот, дело не в этом, то есть, Украина не получила необходимое количество оружия, это очевидно совершенно, это, безусловно, повлияло на успех или скорость проведения контрнаступательной операции, хочу надеяться, что она закончится все-таки успехом, там, не знаю, определение успеха, но каким-то успехом, вот, но то, что точно не все идет по плану, это же очевидно, это, по-моему, не отрицает никто. И не единственным, но значительным фактором того, что не все идет по плану, является нехватка вооружений, хотя, подчеркиваю, это не единственная причина, там, других нам. Вот, и нехватка вооружений, это прямой прокол команды Зеленского, который не получил от Байдена те вооружения. Например, например, чтобы не быть голословным, потому что сейчас все эти патриотические вышиванки будут вам писать на канале. В прошлом финансовом году из 11,5 миллиардов долларов 4,5 было не потрачено, я округляю. Это не говорит об эффективном отношении и работе Офиса Президента с двух сторон, как американского, и простой вопрос за закрытыми дверями не в публичном пространстве. Что стоит, what would it take нам получить 4 баллиарда, почему эти деньги от нас утаили, то есть деньги, выделенные Конгрессом, Байден не дал, и Зеленский их не смог у него получить в виде, естественно, вооружения, не денег. Это факт. Вот. И в результате мы имеем то, что мы имеем, и недометеж прошлого месяца показал, уже позапрошлого, да, мы в августе, позапрошлого месяца, показал, что правительство США сделает все возможное, чтобы не допустить крушения администрации Путина, а также безопасности Российской Федерации. Это показано официально. Понятно. Написано куча статей. Я очень рад, что мы оба это понимаем. Ваша очень дипломатичная позиция о том, что в том, что Соединенные Штаты делают все необходимое для защиты Украины. Я это абсолютно не сказал, я абсолютно это не говорил. Нет, я абсолютно это не говорил, не хочу, чтобы мне вставляли слова, которые я не говорил. Соединенные Штаты Америки в качестве Конгресса и народа делают очень многое. Все, не знаю, но очень многое. Офис президента Байдена, то есть Соединенные Штаты это слоеный пирог, вот этот слой саботирует поставки, по сути говоря, наводит тень на плетень, это фикция, это видимость, и это делается в основном для того, чтобы сбить критику, как внутреннюю, так и внешнюю. Общаясь с конгрессменами, когда ты говоришь, что оружие поставляют мало, они разводят глаза вверх, говорят, как, мы же поставили больше 100 миллиардов. То есть, идет дымовая завеса, и когда они сейчас говорили, что поставили всего лишь 17 миллиардов, что куча выделенных вами же денег не доставляется, они искренне об этом не знают. То есть, эта дымовая завеса работает. То есть, Конгресс давит на Байдена, а Байден выпускает дымовую завесу, изображая деятельность. Ну, мы все были в Советском Союзе, мы знаем, как изображается деятельность, когда не хочется ничего делать, и нужно что-то изобразить. Вот. То же самое делается для западных партнеров, что мы изображаем деятельность, что мы помогаем. Мы это президент Байден в Украине, партнеры нас давят, а мы выпускаем очередной 42-ю каплю. Уже вышла 42-я капля. Хорошо. Я очень рад, что мы соединили мой пессимизм и ваш оптимизм. И получилась некоторая такая усредненная картина. Вот. Я надеюсь, что это добавит с одной стороны понимание ситуации, сложившейся сейчас в Соединенных Штатах Украины, и, может быть, немного оптимизма. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания.